Есть такое мнение, что если человек не слышит свой, точнее, не слышит в целом аромат, то этот вот прям его аромат. Правда ли это вообще? Ну, на самом деле, я думаю, что такое мнение возникло в какой-то момент от какого-то предприятия или производителя ароматов, запахи которых никто на себе не чувствовал по каким-то причинам. Но клиентов успокаивали этими словами, и так это у нас утвердилось во мнении. Но с большего мы адаптируемся, привыкаем ко всем ароматам. Ко всем. Есть понятие адаптация, обоняние. Ко всем, кроме двух-трех, ощущаемых троничным нервом. Но если вы его не чувствуете, это просто означает, что вы его не чувствуете. Ни больше, ни меньше. То есть если вы нанесете на себя в горячей бадуарной атмосфере озоновый голубой запах, который здесь вот никак не вяжется, или фужерный, вы перестанете его чувствовать точно так же на себе. Вот как. Девушка округлая, скажем так, даже чуть полная, в легком нежном аромате перестанет тоже его на себе чувствовать. Но это не значит вообще, что он ей подходит. Вообще не значит. Понимаете? То есть адаптация, обоняние, ее никто не отменял. Аромат, если вы... Вообще аромат я приобретаю, я делаю, создаю. Вот я лично, а кто-то приобретает ароматы для себя, чтобы наоборот чувствовать их на себе. Это приятно. Я раздеваюсь, я чувствую на себе свой аромат. Мне нравится, когда я его ощущаю. Поэтому я за то, чтобы чувствовать на себе запахи. Мне кажется, их именно так и выбирают, чтобы постоянно улажать. Сколько можно делать подарки всем. Давайте делать подарки себе, чувствовать на себе ароматы. А этому, как чувствовать на себе ароматы, тоже можно научить. Спасибо.